Подготовка к пожароопасному сезону 2017 года началась, как только он закончился в 2016. Кто и что поможет сберечь леса Ивановской области, обсудили на заседании правительства. В прошлом году зафиксировано 9 возгораний. Все они были ликвидированы в первые же сутки. К наиболее пожароопасным территориям в регионе относят Пестяковский, Пучешский и Южские муниципальные районы. Система оповещения охвачена. Электросиренами охвачено 64% населения. Техническими устройствами, работающими по каналам GSM, охвачено 21% населения. Колоколами и рындами охвачено 10% населения. В этом году на пожароопасных участках будут установлены камеры видеонаблюдения. В качестве пробного варианта начнут с трех, но нужно больше. Наверное, чтобы закрыть область, как она закрывается, например, вышками сотовых операторов с пересечением, наверное, нужно камер 30. Но для того, чтобы закрыть вот те самые пожароопасные участки и те населенные пункты, которые подвержены, мы считаем, что да, 10 камер нам будет минимально достаточно. То есть пока вот три мы выбили. Цена вопрос какая? Вот на 500 тысяч, на пожароопасный сезон мы смогли получить три камеры. Ну, соответственно, значит, в районе трех миллионов мы бы, например, уже закрылись полностью. Положительным опытом по использованию современных гаджетов в лесном хозяйстве делятся соседи-костромичи. У них 19 камер и один квадрокоптер. У нас приобретен квадрокоптер Phantom 3. И практика, ну так скажем, боевого применения показала, что достаточно эффективно позволяет принимать грамотные, своевременное решение, руководитель утверждения пожаров рекомендует вам также рассмотреть возможность соответствующего оборудования приобретения. В случае обнаружения или возникновения чрезвычайной ситуации в Ивановской области возможно привлечение более 1 тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Но главное в работе всех курирующих ведомств не допустить бедствия. Губернатор напомнил о важности профилактической работы. В деле лесных пожаров профилактика занимает ведущую роль. Показал положительный опыт введения особого противопожарного режима. Поэтому Михаил Юрьевич, будь готов для подготовки этого документа. В прошлом году особый противопожарный режим был введен 30 апреля. И дал хороший старт для успешного и главное спокойного прохождения весенне-летнего сезона. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.